Далее. Танки Леопард 1А5 уже в Украине. Танковый батальон испытывает новые боеприпасы рядом с линией фронта. Точностью пристрелки танкисты довольны. Танк прицельно кладет снаряды в метровую мишень с расстояния в пару километров. Сколько таких машин усилило Восточный фронт, военные не разглашают. Но речь идет о десятках леопардов. И в дальнейшем их обещают еще больше. Сейчас продолжается такая дискуссия в прессе относительно леопардов. Некоторые говорят, что это такие бронированные автобусы. А некоторые, я вот буквально сегодня прочитал, говорят, что это такое суицидальное средство. Ты, как человек, который практически знаком уже с этим танком, что бы ты ответил на подобную критику этих машин? Бронирование. Да, возможно, есть такая проблема. Бронирование недостаточно прочное, как для танка. Но в любом случае, это средство поражения в первую очередь. Но эти танки имеют и другие преимущества. У них есть намного лучше система управления огнем. Гораздо лучше баллистический вычислитель. Намного лучше и точнее стреляет пушка. Она может поражать цели на большем расстоянии, чем советские образцы вооружения. И у нее стоит очень хороший тепловизионный прицел, который позволяет поражать цели как днем, так и ночью. Калибр пушки 105 миллиметров, меньше, чем у российских танков. Однако пушка нарезная, что значит бьет дальше и точнее. А проблемы усиления брони уже решаются украинскими инженерами. А есть ли в планах, скажем так, модернизация танков, усиление брони? Да, насколько я знаю, есть планы по установке дополнительной динамической защиты от кумулятивных снарядов. И насколько мне известно, они в процессе, и это делается сейчас. В процессе, и это пробуется сейчас. Некоторые конструктивные преимущества последней модификации старого леопарда уже проверены реальным боем. Это видео поражения нашего бронированного зверя, которым вот уже несколько дней хвастаются россияне. Но нам удалось узнать о том, чего оккупанты не показали. Именно благодаря особенностям конструкции, о которых пока что не стоит говорить, подбитую машину удалось эвакуировать с поля боя. Танкисты говорят, при таких поражениях российский танк превращается в металлолом, а его экипаж в смертников. Немецкий отправляется на ремонт, чтобы вскоре вернуться в строй вместе с экипажем и отомстить оккупантам из нарезной пушки. Выстрел!